Добрый вечер, дамы и господа! И ко мне очередные вопросы. Руслан, вопрос не по теме. Как ты относишься к школе и технологиям рейки? Работают ли они? К примеру, можно ли открыть третий глаз, просто смотря видеоролики с подобными названиями? И ссылка на видеоролик, который называется «Медитация, активация третьего глаза и вход в измененное состояние сознания». Рейки. Как ты относишься к школе и технологиям рейки? Работают ли они? Да, работают. Частично, иногда. На сколько-то процентов, в разной степени и с разной силой. Это зависит от обоих участников, как принимающей стороны, так и дающей стороны. От готовности, от кармы, от реализации, от многих компонентов, которые вкупе составляют эффект, КПД или возможность, или исцеление. Нормально я отношусь к школе, как к коллегам. И бывают некоторые люди, которые мне говорят, я хочу пойти в школу, учиться в рейки или любую другую. Я спрашиваю, сколько стоит. И иногда предлагаю научить тому, чему конкретно человек хочет научиться у меня. То есть я обучаю большинству из того, чему учат сейчас современные эзотерики, экстрасенсы и разные духовные направления и техники, способы, возможности, сверхспособности. Не везде, не всегда, не абсолютно всему я учу, но большинству из того, что сейчас присутствует в интернете, в реальности. И я спрашиваю, какая цена, и могу предложить 2 трети от цены, иногда пол цены. Если большая цена, то и 1 треть цены. Хотя я там смотрю по ситуации. Так что частично, в некоторых случаях вы можете обратиться ко мне, я вас могу научить, хотя буду смотреть внимательно, смотря чему и как, и за сколько, за какой обмен. И я знаю некоторых людей, мною уважаемых, которые учились в рейке, у которых я учился потом чему-то или научился. Конкретно рейке я не учился. Я одно видео, помню, просмотрел рейке. И слышал об этом, слышал, ну, люди ко мне обращались, обучающиеся. Или общался с некоторыми людьми, кто прошел некоторые ступени рейки, кто достиг мастерства в рейке. Вот рейке очень простая техника всему тому, чему учат рейки. И вот там я сам могу вас учить. Но я не проходил школу рейки. Я этому всему научился еще до того, как узнал об этой школе. И продолжаю учиться, совершенствовать. Но все, что происходит в школе рейки, очень-очень просто для меня. Если бы я шел по этой школе, я бы очень быстро достиг высшую ступень. Но я не вижу в этом смысла, поскольку там надо на них тратить время, деньги, и чтобы получить какую-то корочку или то, что... Какое-то признание. Я сам являюсь учителем, преподавателем, целителем. Все это вместе и больше этого. Поэтому и работы по исцелению, по активациям, по... Ну, в общем, работы большинство людей еще не в этой жизни, или большинство людей еще все впереди в этом смысле. Поэтому около 70% человечества еще даже особо не задумываются о том, о чем, чем мы живем. И поэтому здесь... И периодически кто-нибудь просыпается и подходит к таким, как мы. Поэтому работает для нас непочатый край. Как для всех учителей школы рейки, так и для множества любых других наших коллег. Мы друг друга понимаем, и мы особо на друг друга время не теряем. Потому что у каждого из нас хватает тех, кто хочет научиться исцелиться или чему-то подобному... Что-то подобное проделать с собой. Сделать с собой. Или развиваться самосовершенствоваться. Так, к примеру, можно ли открыть третий глаз, просто смотря видеоролики с подобными названиями. И вот эта медитация активатора третьего глаза... Я включил это видео. Это я сделал вчера. Как раз я пришел... С работы... Такой, относительно работы. То есть, с физического движения. У меня были заботы, дела кое-какие. Где мои ноги больше всего устали. И я пришел, вытянул ноги. И как раз в это время включил это видео. И я действительно... Там зазвучала музыка. Вначале я начал... Видео там было где-то минут 9, по-моему. Я начал перематывать. Просмотрел все видео. Там изображения. Там картинки, разные цвета. Там абстрактные изображения были. А я их просмотрел быстренько. А потом просто отмотал назад. Включил сначала эту медитацию, активацию. И я попал в измененное состояние. И начал входить в него в ускоренной форме. И я не стал продолжать смотреть видео. Я закрыл глаза и слушал музыку. И от нее я получал как раз то... Вот это самое измененное состояние сознания. Или просто измененное. Я впал в медитацию. И мне это было очень удачно. Просто в тему, в место, в состояние. Мне понравилась эта мелодия. Я поэтому даже себе видео добавил вчера. Не скажу, что там что-то у меня усовершенствовалось. Открылся третий глаз. Или он улучшился видение. Хотя... Где-то в середине медитации я начал ощущать легкое ощущение... Ну, движение, давление на третий глаз. Но больше я оттуда извлек медитацию. То есть я давно такую медитацию не проводил. Которая была идеальной и под хорошую музыку. Нет, под музыку вообще. Я вообще медитацию провожу без музыки. Здесь нашлась такая музыка, которая мне понравилась. Я наслаждался музыкой. Я действительно уловил ее коды. То состояние, в котором был автор. И тех существ, которые передавали эту музыку. То есть я уловил что-то приятное. Я буквально просидел все эти девять минут с удовольствием медитируя. Наслаждаясь состоянием. И когда музыка кончилась, я еще сидел где-то минуты три-пять. Или не знаю, сколько. Не посчитывал, может больше. Я продолжал наслаждаться медитацией. Давно у меня такого не было. А может быть совпало, а может что. А может... В общем я не достиг того, что здесь написано. А первое. Медитация, активация третьего глаза. Но я достиг другого. Измененного состояния сознания. Или нового своего состояния. Которое мне понравилось. А если у вас вопрос вообще про любые другие видео. Их все больше. Активации называют. Медитации. Или особенно активации по развитию. Активации шишковидной железы. Такие, какого-то другой железы. По... У вас вопросы. Что они значат и влияют. Работают ли они. И я отвечаю. Для каждого по-своему. Для кого-то да. Для кого-то нет. Для кого-то что-то среднее, непонятное. Пробуйте. Медитируйте. Активируйте. И тогда вы поймете, что для вас работает сейчас. Но это не обязательно, что будет завтра для вас работать. Это все дело момента. Дело веры. Дело уверенности. И дело состояния. Очень все по-разному для всех. Поэтому универсальных инструментов я не видел. Нет, есть одно. Это сухое голодание. Которое вы сами с собой можете проводить. Но еще, может быть, я в дальнейшем организую какое-то помещение. В котором вы сможете приезжать и голодать. Если вы там, где вы живете с семьей. И не можете. Или вам все мешают. Но это уже дело не сегодняшнего дня. Это уже отвлечение. Но... Все работает, пока вы верите. Или уверены. Или желаете. Или у вас достаточно сильное намерение, что вы ищите способ человека, технику, место. Буквально... И вы находите. То есть вы создаете этого человека, активируете на тонком плане. То есть через Высшее Я. У вас желание излучается. И Вселенная отвечает вам через другого человека. Или через серию людей, которые вас чему-то учат. То есть вы рождаете намерение. И, конечно, на эту энергию человек рождает что-то из себя, что вам помогает активировать, улучшить в себе. Или учиться потихонечку тому, в чем вы нуждаетесь. Или что выбрали. Наверное, я ответил на вопросы. На этом завершаю видео. Учитесь всему, чему хотите, понемногу, по чуть-чуть. И чем более постепенно вы будете учиться, тем меньше ждать быстрых результатов, тем меньше разочарования у вас будет. Поэтому жизнь для меня это школа и самообразование, в которой я больше всего учусь независимо, а раньше учился независимо от разных структур. Хотя в последнее время я все-таки и сам кое-как у кого и покупал время и уроки и кое-что, чтобы что-то улучшить, совершенствовать у себя. Что-то оточить. Или чтобы другие посмотрели на меня своими глазами, своим со стороны. Чтобы просмотреть мои слепые пятна. И учитесь, практикуйтесь и работайте над собой, с собой и с другими. Делайте, что хотите. А в этом-то и этим-то и интересна жизнь. В этом-то и есть путь. На этом завершаю видео. До следующих встреч.